Сегодня день рождения того самого легендарного автомобиля, который является автомобилем Победа. Кто не знает, это Волга, будем так говорить. И эта старенькая машинка, хотя она выглядит как новенькая, сейчас находится рядом с нашим корреспондентом Викторией Лазаревой. Вика, доброе утро еще раз. Мы знаем, что сегодня день рождения этого автомобиля. И хотелось бы узнать все поподробнее о нем. Ну смотри, она не рядом, она внутри. Даже внутри. Это, кстати, был первый автомобиль, где появились всяческие комфортные вещи, типа кондиционера аналоговая и так далее. Вика, скажи, пожалуйста, насколько комфортно и насколько атмосферно именно в этом автомобиле? Доброе утро, ребята. В автомобиле невероятно комфортно, удобно находиться и ехать. Особенно благодаря тому, что за рулем владелец этого автомобиля Игорь Черкасов. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите про этот автомобиль. Какого года эта Победа? Эта Победа выпущена была в 54-м году прошлого века. Расскажите, что здесь интересного есть? Ну тут, на самом деле, для современного автомобилиста тут максимально много всего любопытного. Расскажите вообще, что тут? Давайте полазим немножечко по машине. Ну машина со своими приборами в штатной комплектации. Все в рабочем состоянии, начиная от спидометра, часов, радиоприемников, всех датчиков. Но больших наворотов тут нет. Минимальный набор опций, которые нужны для движения. Ну и которые сегодня присутствуют во всех автомобилях, так же, как в Победе. А что оригинального осталось в автомобиле? Оригинального осталось много чего. То бишь, не оригинальный здесь только магнитофон. Остальное, в принципе, все сохранено в первозданном виде и в рабочем состоянии. На спидометре вижу 140 максимальную отметку. Правда ли, что этот автомобиль может так разгоняться? Ну, конечно, автомобиль так разгоняться не может, но с запасом на производство, видимо, каких-то других двигателей, ему поставили такой спидометр со скоростью 140 км в час. Вообще автомобиль... Максимально, да-да-да, сколько может? Автомобиль по паспортным данным, он должен ехать 95 км в час. А про обивку расскажите немножечко. Вижу, что, наверное, все-таки мененое. Да, с завода обивка диванов, двух больших диванов автомобиля, шла материальчатая всегда. Но за 60 лет материал уже, то есть, испорчен был. Поэтому мной было принято решение сделать его из кожзаменителя. Очень практично и удобно, но про строчки, все, то есть, как оно было, и диваны осталось в первозданном виде. Ну, давайте заглянем в самое сердце автомобиля. Пойдемте, выйдем. Так, если у меня это получится... Ой, выпустите меня, пожалуйста. Просто непривычные современные руки девушки не могут вылезти из этого автомобиля. Но мне это удалось все-таки. Давайте заглянем под капот. Что же в этой... Кстати, сколько лошадок здесь? Здесь 52 лошадиные силы. А объем двигателя? Объем двигателя 2 литра. 2 литра. Ничего себе. Да, попал. Из того, что я знаю еще о автомобилях, объем топливного бака сколько? 50 литров. Ну, расскажите немножечко, что... Оригинальный двигатель. Оригинальный К-52 карбюратор. Стартер, генератор, радиатор. Все оригинальное полностью. Масляный фильтр. Катушка зажигания. Трамблер. Ну, может быть, провода-то с этими. Немножко другие, но практически все то же самое. Насколько я знаю, этот автомобиль у вас в семье уже не первый, не второй, даже не 10 лет. Да, уже автомобиль идет во втором поколении в нашей семье. Приобретен был моими родителями. Я его сохраняю, использую, в том числе, как память. Ну и, в принципе, сегодня машина является ретро-автомобилем. Даже табличка оригинальная сохранилась под капотом. Заводская. Да, действительно. Вот табличка есть. Ну, видимо, да, автомобиль в таком состоянии содержать это надо. Очень любить этот автомобиль, наверное, все-таки. Спасибо вам большое. Напомню, разговаривали мы сегодня с владельцем автомобиля «Победа» Игорем Черкасовым. Ребят, хочется еще, знаете, рассказать небольшую историю. Возможно, конечно, многие считают, что это миф. Но когда в 41-м, если я не ошибаюсь, в году прототип вот этого автомобиля, немецкую машину доставили на Горьковский завод, создали приблизительный вот макет этого автомобиля. И назвали его первоначально «Родиной». Но товарищ Сталин решил пошутить, почем будете продавать «Родину». После этого, собственно, название поменяли на «Победу». Это было все-таки согласовано. И выпустили в 46-м году первый автомобиль вот подобного типа. Лана, Габриэль, скажите, пожалуйста, а катались ли вы вот на таких автомобилях, на таких ретро-автомобилях? Мне не повезло, а тебе? Я катался на «Кадиллаке». И скажу, что просто ощущение вот этого времени и звука мотора совершенно по-другому, чем когда ты едешь на современном автомобиле, потому что заглушаются уже все эти, я так их называю, вкусные звуки автомобиля. Вот. Ну что, могу сказать, действительно выглядит прекрасно, да, автомобиль? Ну, как будто, да, его не используют. Такой чистый, ну, видимо, намытый ко дню рождения.